Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в Республике. В студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашем выпуске. Зона комфорта. Глава Чувашии подписал указ о дополнительном благоустройстве населенных пунктов. Врачебная ошибка. Независимая рабочая группа обнародовала результаты проверки допинговых нарушений. Коллекция красоты. Чувашскому художественному музею 80 лет. Полтора миллиарда рублей на благоустройство городов и районов. Михаил Игнатьев подписал указ о дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики. О том, когда и куда направят средства в нашем репортаже. 2020 год должен стать прорывным в Республике, отметил глава. 1200 дворовых территорий в 119 населенных пунктах Республики полностью преобразятся. Фронт работ колоссальный. Появляется возможность для всех органов власти, для всех общественных организаций, для всех неравнодушных людей и физических лиц, и юридических лиц, предпринимателей. В 2020 году мы можем 2-3 раза объемы работ увеличить. Автовладельцев порадуют отремонтированные дороги во дворах, новые экопарковки, система видеонаблюдения, жителей, хорошее освещение, игровые и спортивные площадки. Работа начнется поэтапно с начала нового года. Реконструкция, ремонт, новое строительство потребует немало средств и сил. Пересмотрим порядок установления софинансирования, в соответствии с которым долю расходов из-за бюджета по уровню софинансирования увеличили. То есть нагрузка на бюджет почти 140 миллионов рублей, тем самым сумма высвобождается у муниципальных образований. О других мерах. С 1 января вступят в силы изменения по поводу предоставления социальных выплат при строительстве дома в сельской местности. Эти меры должны снизить отток специалистов из глубинки, считают ведомстве. На поддержку в виде субсидий могут рассчитывать и те, кто уже заложил фундамент для дома – 30% от стоимости. Впрочем, средства на строительство или покупку жилья на селе смогут получить не все категории. Хотя списки претендентов, согласно нововведению, формируются в единой очереди без возрастных ограничений. Обязательно в условиях застается признание нуждающимся в улучшении жилищных условий и исключены в категории граждан, которые не относятся к работникам агропромышленного комплекса и социальных сферах и ветеринарных организаций. На заседании правительства говорили и о поддержке сельских библиотек. 10 миллионов рублей выделят для центров чтения в Маргаушском и Чебоксарском районах. Передовые технологии, свободный доступ к интернету сделают библиотеки востребованными и популярными. Культурное пространство на селе расширит сразу два виртуальных зала с возможностью прямой трансляции столичных концертов. В 2020 году из федерального бюджета будет выделено 2 миллиона рублей. Это у нас Козловский район и город Алатин. Это мы планируем на базе детской школы искусств. В шаговой доступности должно быть все, что нужно для комфортной жизни. Имеющиеся средства надо использовать рационально, отметил глава. Оценивать эффективность их использования будут жители муниципалитетов. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. О коррупции при предоставлении государственной поддержки малому и среднему бизнесу говорили сегодня в Доме правительства. Малому и среднему бизнесу в Чувашии поддержку оказывают разностороннюю информационную, консультационную, финансовую. В последний самый большой риск коррупции. Так, с 2016 года на помощь предпринимателям в Республике потратили 209 миллионов рублей. В 29 случаях бизнес надежды государства не оправдал. Не выполнил условия со своей стороны. Так что деньги придется вернуть. В добровольном порядке и по решению бюджетных органов на сегодняшний день 23 получателя вернули субсидию в размере 48,5 миллиона рублей. И в настоящее время в отношении 6 получателей также проводится работа по взысканию судебного порядка. Когда в последний рубль вернем бюджет за причиненный материальным счетом. В этом году и в первом квартале следующего года. Впредь стоит более тщательно подходить к отбору кандидатов, которые претендуют на финансовую поддержку, отметил Михаил Игнатьев. Конечно, предприниматели тратят представленные субсидии не по назначению или не исполняют взятые на себя обязательства, как правило, неумышленно, а по незнанию. Чтобы таких случаев было меньше, министерство работает над усилением информационного сопровождения. Также на заседании комиссии по противодействию коррупции обсудили меры по предотвращению взяточничества в учреждениях в соцсфере. Независимая рабочая группа по изучению обстоятельств и условий возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами из Чувашии обнародовала результаты проверки. Напомню, эту группу создали по инициативе правительства республики после того, как летом Русада сообщила о нарушениях в одном из наших спортивных училищ. В рабочую группу вошли спортивный юрист, бывший следователь по особо важным делам и специалист по допинг-контролю. Причем все они до этого к Чувашии не имели никакого отношения. Проверка продолжалась 4 месяца. За это время группа пришла к выводу, допущенные нарушения не свидетельствуют о системном сбою в работе Минспорта, Минздрава Республики и правительства в целом. В данном случае невозможно говорить о какой-то поддержке стороны региональных властей, какой-то там системы, употребления, применения запрещенных методов и так далее. Мы не обнаружили никаких объективных или сколь-нибудь достоверных доказательств того, что региональные власти, в частности Министерство охранения и Министерство спорта, участвовали целенаправленно в том, чтобы вот такая некая система применения запрещенных методов вообще появилась и как-то поддерживалась. По мнению всех членов группы, виной всему стал катастрофически низкий уровень квалификации спортивных врачей, которые назначили атлетам обычные препараты типа физраствора и глюкозы в дозировках, не применяющихся у спортсменов. Об использовании запрещенных препаратов речи не было, такие факты не выявлены. Рабочая группа подготовила рекомендации для тренеров, спортсменов, сотрудников здравоохранения, органов госвластия, которые будут детально изучены. Подробнее ситуации о том, что содержится в докладе рабочей группы, расскажем в ближайшее время. Просчитать победные ходы за считанные секунды. Такая непростая задача стояла перед участниками всероссийских соревнований по быстрым шахматам. За награды турнира боролись школьные команды со всей республики. За ходом интеллектуальной игры наблюдали мои коллеги. Эту систему игры называют швейцарской. Семь туров по десять минут, и за это время шахматисты должны просчитать сотни комбинаций. Реагировать на ходы соперников необходимо мгновенно. Среди участников турнира и совсем юные шахматисты, первоклассники и те, кто этим видом спорта увлекается уже не первый год. Здесь не угадаешь, насколько опытный соперник сидит перед тобой за игровым столом. На этом турнире я играла только с девочками, но на других соревнованиях я играла и с мальчиками, и с ними игра была сложнее, так как они более сильные, чем девочки. Меня шахматные привлекли своей логикой, усидчивостью. Просто интересно, как в жизни идет борьба. Я еще ходила на танцы, но потом решила бросить. Четыре года назад награды этого турнира оспаривали 20 команд. В этот раз участников порядка 300 из большинства муниципалитетов республики, а также из Мариэлы, Воронежа. Михаил Игнатьев отметил, что количество шахматистов-профессионалов в регионе увеличивается. Среди них есть и кандидаты в мастера спорта. Проводятся десятки разных соревнований на разных уровнях. Федерация по шахматам тоже эффективно, результативно работает. А касаясь самих практически шахмат, это развивает мышление. С каждым годом хочу это потерпнуть все больше вовлеченных наших школьников. Глава региона вручил награды лучшим из лучших. По итогам турнира ребята из Чебоксар завоевали бронзу. На первом месте команда из Мариэл. Своим соперникам чемпионы ставили шах и мат за считанные секунды. То есть быстрее, чем длится этот сюжет. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. От идей до бизнеса. В столицу Чувашия завершился федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель». Целую неделю участницы конкурса готовили свои бизнес-проекты. В финале защищали их перед членами жюри. Не хочу по счету, а не по любви подпичу. Работать по любви мечтает и каждая из участниц проекта «Мама-предприниматель». Именно для этого они и решили принять участие в конкурсе. Например, Елена Смирнова хочет открыть собственное ателье. Мой проект – это ателье детского нарядного и сценического платья. Так как у меня девочки, которые занимаются танцами, мне пришлось в свое время шить им костюмы. Потом подключились к этому другие мамы. Так и пришло к выводу, что надо заняться этим профессионально. Открыть свое дело мечтает Екатерина Прокопьева. Она тоже шьет. Вот только не сценические костюмы, а красивую повседневную одежду для детей и братьев наших меньших. На защите проектов Катя демонстрирует наряд своей собачки Бонни. Его она шила специально для проекта. У меня как бы не было бизнеса. Это все было для себя. То есть для своих детей, для родственников, племянников и для своей собаки в первую очередь. А так как это нравится моим знакомым, почему бы не попробовать заняться бизнесом в этом направлении. Узнала вообще с чего начать, то есть свои дальнейшие действия. Надеюсь, все у меня получится. Федеральный проект «Мама-предприниматель» проводится уже седьмой год. 60 регионов нашей страны принимают в нем участие. В Чувашии конкурс проходит второй раз. Ежегодно увеличивается набор, увеличивается качество проектов. В текущем году подали более 80 заявок. Из них мы отобрали порядка 20 проектов. Чтобы женщины могли не только заниматься своим личным хозяйством дома, семьей, но и реализовать себя как бизнесмен, как бизнес-леди. Всю неделю участники проекта обучались основам предпринимательского дела, знакомились с успешными управленцами, разрабатывали бизнес-проекты. В финале каждая из них представила свое творение членам жюри. Здесь учитывается несколько параметров, несколько качеств. Это в первую очередь, конечно, идея. Насколько она нова, насколько она современна, актуальна. Это, конечно же, доходность данного мероприятия. Масштабирование, привлечение в дальнейшем сотрудников, то есть создание рабочих мест. По итогам конкурса все участницы унесли с собой ценные знания, необходимые для создания и развития своего бизнеса. Лучшим проектом этого года стала мастерская керамики Маруся Марии Агафоновой. Победительница получила грант на развитие своей идеи в размере 100 тысяч рублей. Чувашский государственный художественный музей отметил свой 80-й день рождения. Идеями и творческими планами коллектив музея поделился с нашей съемочной группой. В 80 лет художественный музей является хранителем произведений отечественного и зарубежного искусства. Сегодня в фондах насчитывается около 30 тысяч единиц произведений. Часть из них объединены в коллекции. Возможно, после юбилея их станет больше за счет выставки, посвященной столице Чувашии. Художники, каждый в своем жанре, стремятся запечатлеть чебоксары такими, какими они их видят и помнят. На многих картинах город, которого уже нет. Но комплектование и экспонирование далеко не единственная задача художественного музея. Основной идеей, задачей развития художественного музея – это, конечно, идея поддержания художника. Художника с большой буквы, да, нужность свою, нужно художник чувствовать. Современное изобразительное искусство стремительно развивается. Появляются новые выставочные площадки. Реконструкция музейных помещений позволяет создать для посетителей более комфортные условия. Благодаря поддержке правительства республики полностью отремонтирован зал русского и западноевропейского искусства на улице Константина Иванова. Активно ведутся работы по реконструкции другой площадки. Традиционно каждые пять лет художественному музею везет выиграть проект как раз под свой юбилей. И сейчас получили грант на 2 миллиона 800 тысяч рублей на модернизацию Центра современного искусства, который является филиалом нашего художественного музея. Уже в середине декабря жители и гости Чувашии смогут посетить обновленный Центр современного искусства. Ну а в самом Чувашском государственном художественном музее знатоков и любителей живописи рады видеть круглый год. Богдана Дойникова, Бахтияр Велиев, Республика. Это главные новости к этому часу. Далее полезная информация. Прощаюсь с вами. До завтра. Дубленки, куртки, пальто всевозможных цветов и оттенков. Тысячи стильных моделей, широкий размерный ряд. Ярмарка «Ермак» в Чебоксарах готова к зимним холодам. Мы привезли новую зимнюю коллекцию верхней одежды 2019 года, которая приятно удивит вас своим ассортиментом более 5000 номинований курток, пуховиков, дубленок, пальто премиум класса. Все достойного качества, так как отшивается на российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. В коллекции «Зима-2019» большое разнообразие дубленок. В этом году у нас поступило большое количество дубленок. Дубленки из искусственного материала, декоративного искусственного материала с лазерной обработкой. Дубленки украшены натуральными мехами, очень приятные, мягкие на ощупь. Приходите. Оптовые цены и широкий размерный ряд – весомые преимущества ярмарки «Ермак». Например, осеннюю куртку можно купить всего за 2480 рублей, а теплую зимнюю за 3700. Пришла в магазин «Ермак» купить куртку. Нашла себе подходящую, очень красивую, элегантную, весена приемлемая. Валентина Моисеева на ярмарку приехала из Новочебоксарска. В итоге куртку купила и себе, и мужу. Приехали с Новочебоксарска купить себе верхнюю одежду. Очень понравилось «Ермаке» нам. Одежда очень удобная, молодежная. И всегда цвета красивые, и фасоны красивые. Актуальные цвета, стильные фасоны и оптовые цены. Ярмарка «Ермак» расположена в Чебоксарах по адресу Максима Горького, 49.